Здравствуйте! В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другие перейдут на строгий режим. От опеки государства бизнесу не уйти. Жители Хакасии приглашают бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Зачем проводится акция и что тревожит медиков, расскажет главный врач Центра антиспит Николай Конгаров. И вспомним о том, как Абакан отпраздновал День Победы и прошел в рядах бессмертного полка. Дачное общество в сложной ситуации. После прошлогодних пожаров они попали под пресс, пошнадзора и прокуратуры. Дело дошло даже до суда, который обязывает дачников немедленно исполнить все требования. Правление товариществ рада бы подчиниться, но не у всех есть возможности. Мы побывали в одном из таких массивов и узнали, чем для владельцев шестисоток может обернуться следование букве закона. Не у всех есть такие рукава, как в обществе Саяна, что на горе Самохвал. Товарищество небольшое, 200 с лишним участков. И закон здесь стараются соблюдать. Пожарные краны, емкости для воды и мотопомпа. В наличии есть все, что требует пошнадзор. Загвоздка стала лишь в двух пунктах. Звуковая сигнализация и водоем для забора воды. С обустройством последнего целая проблема, так как он должен быть таким, чтобы воду из него можно было брать круглый год. Сколько не думали дачники, а понять логику того, кто придумал такие законы, не могут. Чиновники то ли здесь не были, то ли что, не знаю, Самохвал. Говорили уже, северный склон, скальная порода и так дальше. Копать, что копать, зачем копать пожарный водоем, который утеплять для забора воды зимой, а зимой кто-то подождет, тут вообще никого не бывает. Зимой какая машина сюда заедет? Вот подумайте, пускай они сами отсюда какая машина заедет. Да никакая пожарная машина сюда за водоем не полезет. Вместе с правлением переживают и простые дачники. Пожарная безопасность недешево и для установки той же звуковой сигнализации членские взносы уже выросли на 30 рублей с сотки. Этого, впрочем, недостаточно, и Саяны надеются еще получить грант от Минсельхоза. А на то, чтобы выполнить все требования пожарных, взносы должны стать еще больше. Чтобы решить все вопросы, нам надо рублей по 500, по 600 с дачников собирать. Сотки. Если, допустим, 6 соток, ну, сами представляете, сколько-то. 3-4 тысячи человека. Обойтись просто штрафом за неисполнение требований не получится. В конце прошлой осени дело Саян по иску прокуратуры рассмотрел суд и обязал срочно подчиниться Пошнадзору. То, что зимой нереально выкопать котлован и вообще начать строительство, ни служители Фемиды, ни прокуратуру не волнует. Труженик тыла и председатель товарищества настолько измучен ситуацией, что готов уйти в отставку. У меня не слабонервные, но все равно вот в последнее время я, значит, предлагал уже, чтобы, ну, сменить, значит, председателя. Вместе с Саянами под суд угодили еще пять дачных обществ Абакана, в том числе Подсиние, Калягинские холмы и другие. Все они пытались оспорить свои дела в Верховном суде Хакасии, но Фемида непреклонна. Есть федеральный закон и есть у тебя деньги, нет у тебя денег, его надо исполнять. Требования установлены законом, поэтому руководство с федеральным законодательством прокурора обратился в Абаканский городской суд. Проблема так или иначе затрагивает тысячи абаканских дачников. На обеспечение пожарной безопасности требуются колоссальные средства, так что, возможно, стоит готовиться к повышению членских взносов. Известно, что ряд председателей обществ даже написали обращение к городским властям с просьбой о помощи, но вряд ли это подействует. После пожаров 12 апреля скидки в этом вопросе вряд ли возможны. Между тем, власти продолжают разбираться с последствиями большой стройки для погорельцев Шира. Напомню, часть бригад до сих пор не получила денег за работу, хотя положенные средства правительство Хакасии перечислило генеральному подрядчику в полном объеме. И чтобы не оставлять людей один на один с проблемой, при Министерстве строительства действует специальная рабочая группа. Каких результатов удалось добиться на данный момент, об этом мы поговорили с главой ведомства Сергеем Мажаровым. Вы стали главой Минстроя совсем недавно, да, полтора месяца прошло. Когда вы заступали на этот пост, вы же понимали, что разбирательство со стройкой в Шира будет очень сложным вопросом? Естественно, потому что работая на прежнем рабочем месте, то есть я все равно сталкивался непосредственно с проблемой и с вопросами восстановления жилья в республике Хакасии. И когда возникло это событие, то есть было понятно, что этим придется тоже заниматься. А насколько принципиально было для вас разобраться вот с этим таким наболевшим вопросом, да, очень сложным, где должны разбираться следствия, суды и так далее, вот с долгами перед строителями? Когда пошел вал вопросов именно к правительству, да, республике Хакасия, что где денежные средства, почему они не дошли до людей, вот потому и принципиально. Потому что когда мы вникли уже во взаиморасчеты, после заведенного уголовного дела на руководителей и ряд сотрудников генерального подрядчика по Шира Черногорской отдела строй, были изъяты документы доследственными органами. И когда мы посмотрели на финансовые потоки, то есть банковские выписки, движение денежных средств, было там четко понятно, что федеральные средства, предназначенные для строительства домов, были направлены генеральному подрядчику в полном объеме. Другое дело, как они разошлись. Потом, когда мы пошли дальше, глубже уже, во взаимоотношения между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями, ну, в общем-то, стало явным, что часть денежных средств некоторым субподрядным организациям были переплачены. Ну, простой пример. Организация взяла на себя обязательства, например, для строительства 60 домов, условно скажем, получила, соответственно, аванс. Но в процессе строительства, через месяц-два, то есть поняла, что они справляются со своими взятыми на себя обязательствами, с ними были договора расторгнуты, поставлены другой туда, например, подрядные организации. Но денежные средства с выданных авансов были назад не взысканы. И на сегодняшний день, когда вот мы уже подходим ближе к концу, организована работа по взаимной сверке денежных претензий между генподрядчиком и субподрядными организациями. Баланс на первую прикидку получается, что порядка 50 миллионов рублей из этих сумм должен генеральный подрядчик взыскать в пользу себя, а порядка 25 миллионов, ну я округленно говорю, должны другим субподрядчикам. А насколько реально, на ваш взгляд, распутать весь этот клубок финансовых операций, легальных и нелегальных? Не только генеральный подрядчик, но и ряд других организаций, то есть нанимали людей без договоров. То есть вот в этом проблема. Когда человек поработал, и у него нет основания потом претендовать на... Ну, документально нет. Заплатить его можно отправить. Ну, то есть сказать, я тебе ничего не должен. И это очень трудно доказывать. Для чего у нас, в общем-то, к этой работе мы привлекли и просили и МВД, и трудовая инспекция. Проблема в этом. И сколько же времени, вы думаете, еще будете работать? Ну, я надеюсь, что мы потихоньку подходим к завершению. То есть, по крайней мере, по 10 организациям. Вот у нас есть реестр определенный, где организации свои, ну, вот в рабочую группу подавали документы для того, чтобы навести порядок в цифрах. По 10 уже точно подтверждены акты сверок, то есть уже подписаны сторонами. Порядка 10 организаций, 15 еще, есть спорные моменты. То есть, одна сторона заявляет одну цифру, другая сторона заявляет наименьшую, либо наибольшую. Но, как бы, получается, навстречу друг друга идут, вроде как бы уже просматриваются. По некоторым фирмам еще есть недопонимание. Есть фирмы, по которым, вот, как я говорил, переплаты. То есть, мы рекомендовано, то есть, информацию передали им в МВД. И настоятельно просим, чтобы там конкурсное управление, представители, подрядчики сейчас обращались с исками в суды, чтобы для взыскания денежных средств. Сейчас в Шира, да, наиболее проблемном селе началась работа по устранению недоделок, как только вот закончилась зима. Что еще нужно сделать, да? Над чем вы еще будете работать именно и в других пострадавших территориях? Ну, согласен. То есть, больший масштаб, наверное, проблем есть по Шира. Не скажу, что в других населенных пунктах нет проблем. То есть, они возникают, они выявляются. Представители подрядных организаций реагируют. Управление капитального строительства это контролирует. Работы предполагаются в Черногорске, в Шира, в Усть-Абаканском районе, в Арджиникидзевском районе. Это Кагаево-Кожухово и Алтайский район Краснополе. Где-то это благоустроительные работы, то есть, проведение территорий. Где-то это необходимая работа для пожарного оборудования, что-то пожаротушение и так далее. То есть, водоподъемы. То есть, по Кагаево и Кожухово это водонапорная башня там привезти. То есть, они все работают, эти работы будут до конца августа в полном объеме исполнены. Мы можем надеяться, что до конца года все будет закрыто, все вопросы по долгам строителям и по недоделкам. Я думаю, да. Есть моменты такие, которые вот гражданско-правового характера, то есть, я так понимаю, сейчас стадия банкротства, то есть, у генерального подрядчика есть вопросы, которые, наверное, будут, ну, каким-то образом тянуться, будет определенная очередность. Но самое главное, что по домам, в которых живут граждане, которые пострадали в период пожаров, дома уже есть, те незначительные замечания, я все-таки считаю, они незначительные, они устранимы, все будет сделано, все будет нормально. То есть, жизнь будет продолжаться. Я думаю, то есть, геометрическая прогрессия, то есть, претензии и замечания от людей будут убывать на нет. Внимание у курильщиков! С этого дня в России начинает действовать новый техрегламент на табачную продукцию. Во-первых, на пачках появятся специальные акцизные и иные марки, исключающие возможность их подделки. Во-вторых, и это, пожалуй, главное для курящих, производитель обязан уведомить покупателя о том, сколько системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ находится в сигаретах. При этом, любые термины, которые создают ложное впечатление о вреде товара, запрещены. То есть, на пачке не должно быть таких слов, как с низким содержанием смол, легкие, очень легкие, мягкие и прочие. Кроме того, на пачках должна быть указана максимальная розничная цена. Упаковки нового образца появятся постепенно, а сигареты, выпущенные по старым правилам, разрешены в обороте еще полгода до середины ноября. А через два месяца в Хакасии наступают двухлетние налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Те, кто открыл свое дело в течение последнего года, не будут платить налоги с доходов. Но касается это не всех предпринимателей. О налоговом послаблении бизнес просит давно, еще с тех пор, когда значительно возросла нагрузка по отчислениям в пенсионный фонд. В Хакасии, как еще в 76 субъектах страны, лед тронется в середине лета. Но не для всех. Государство решило начать с малого. Послабление коснется лишь индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 15 июля 2015 года и работающих по упрощенке. Причем у них должно быть не более 15 работников и доход в пределах 7 миллионов 900 тысяч рублей. Такие ИП в зависимости от режима уплаты сборов будут освобождены от налогов, связанных с доходами, или ставки для них будут снижены. Каникулы наступают и для тех, кто работает по трудовому патенту, но в определенных сферах. Это бытовые услуги, пошив одежды и обуви, выпечка хлеба и производство молока и другие. Всего 20 видов деятельности. Эта мера государственной поддержки рассчитана на выход из тени нелегалов, на легализацию все-таки теневого бизнеса. Потому что в такой ситуации, при таких условиях, все-таки налоги платить выгоднее, чем находиться в тени. Вместе с тем эксперты не берутся прогнозировать бум предпринимательства в Хакасии. Тех, кто занимается малым и средним бизнесом, стабильное число. И вопреки ожиданиям, ухудшающаяся экономическая ситуация пока не спровоцировала отток из коммерции. Но и бурное развитие тоже под вопросом. Предприниматели душат не только налоги, но и, к примеру, высокие энерготарифы. Между тем, в прошлом году в бюджет Хакасии от них поступил миллиард 200 миллионов рублей. В отношении владельцев турбаз власти не столь терпимы. Виктор Зимин на этой неделе заявил о том, что в отрасли нужно навести финансовый порядок. Речь идет прежде всего о курортной зоне Ширинского района. Ежегодно там отдыхают тысячи человек, что приносит базам отдыха миллионную прибыль. Однако налоги с них не платятся. Эта проблема обсуждалась на заседании в правительстве. Большинство баз отдыха работают нелегально. Сейчас от туриндустрии на Озерах Шира в бюджет поступает в виде налогов всего 50 тысяч рублей в год, тогда как реальная прибыль, по мнению чиновников, должна исчисляться миллионами, которые могли бы пойти, к примеру, на школы и детские сады. Одно озеро Шунет, полагают, в правительстве способно в год пополнять бюджет на 2,5 миллиона рублей. Предпринимателям власти дают последний шанс легализовать бизнес до начала сезона отдыха. Я не хочу кошмарить, но порядок наводить надо. Где-то мы защищать должны, да, людей своих, чтобы у них была работа комфортная, жизнь. Но когда они просто паразитируют уже на этом, надо и наказывать. Создать рабочую группу, мощную, со всеми структурами. И каждый день работать на земле. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. До 20 мая, то есть до конца предстоящей рабочей недели, жители республики могут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводит республиканский центр антиспид в рамках всероссийской акции. Сдать кровь можно в поликлинике по месту жительства или в самом центре. Врачи предупреждают, в Хакасии спид угроза не гипотетическая, а вполне реальная. Заразившихся ВИЧ стало почти на 70% больше, чем в прошлом году. Больше всего новых больных в Саиногорске и Бейском районе. И хотя при таком росте Хакасия выглядит гораздо лучше других сибирских регионов, медики призывают помнить о своей безопасности. Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв спида, который отмечается сегодня. В Хакасии из жизни ушли уже 178 инфицированных, то есть практически каждый седьмой. Подробнее о том, почему обострилась ситуация и что могут медики противопоставить страшной болезни, мы поговорим с главным врачом Центра по профилактике спида Николаем Кангаровым. Итак, Николай Семенович, что все-таки является причиной столь резкого роста заболеваемости? 70%? Не 70%, а в 1,7 раза выросло количество новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в этом году, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Мы не живем в безвоздушном пространстве, и с тех территорий, где высокий уровень пораженности ВИЧ, идет миграция. Это первое. Второе. Ведь, кстати, могу это проиллюстрировать, в Ширинском районе у нас пораженность в полтора раза выше, чем в среднем по республике. Хотя, казалось бы, население большое, потому что туда приезжают и отдыхают тоже. С другой стороны, вот этот резкий всплеск заболеваемости ВИЧ у нас в республике зарегистрирован именно в последние полтора года. Когда мы стали анализировать, мы выявили, что наряду с ростом заболеваемости у нас резко увеличился наркотический путь передачи ВИЧ. Употребляют его не в одиночку, а компаниями по 15-20 человек. Под воздействием наркотика у них снимается контроль, и они начинают вступать в незащищенные половые контакты. И хотя бы один человек, если там окажется, с учетом того, что под воздействием наркотиков резко возрастает сексуальная активность, происходит передача ВИЧ. Но в первой основе все равно лежит употребление наркотика. Что вы можете противопоставить этому? Как бороться? Ну, вообще, профилактика ВИЧ, она складывается из мер личной и общественной профилактики ВИЧ. Что такое личная? Это значит, каждый человек сам должен знать, что такое вирус, иммунодефицит, и человек. Нужно знать каждому, что ВИЧ передается через кровь. В быту опасность самая большая – это употребление инъекционных наркотиков. А ВИЧ передается через незащищенные сексуальные контакты. Но вот то, что вы сейчас говорите, это такие прописные истины, которые еще в 90-х годах прошлого века тоже широко были известны. То есть вы думаете, до сих пор люди не знают этих элементарных правил безопасности? К сожалению, информированием, а это уже мера общественная, профилактики ВИЧ заниматься надо постоянно. Все время появляется новое поколение, и нужно все время проводить работу по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ. Причем это больше даже не медицинская задача. Медикам достаточно давать специалистам правдивую информацию о ВИЧ в сведении, а воспитанием человека, его обучением должны заниматься профессионалы. Должны заниматься те, кто больше имеет доступ к аудитории, те же самые СМИ, образование, культура. Эксперты считают, что в деле противодействия распространению ВИЧ вклад информационных компаний составляет где-то 15-18%. Наиболее эффективным, по мнению экспертов, является лечение больных ВИЧ не менее чем 60% от числа выявлено. Вот этот вклад оценивается в 35-38%. Но прежде чем лечить человека от ВИЧ, надо вообще-то выявить. Вот, собственно, почему проводятся такие акции, которые проводят сейчас? Да, вот как недели тестирования будет. Да, дело в том, что без проведения лабораторного анализа узнать, что человек заражен вирусом иммунодисмента человека, нельзя. Расскажите вот об акции, которая сейчас, да, объявлена вами. Ну вот, всероссийская акция «Стоп ВИЧ Спит» включает в себя еще и проведение тестирования на ВИЧ в период с 11 по 20 мая. Что это значит? Что во всех медицинских организациях человек, гражданин Российской Федерации, может бесплатно, в том числе анонимно, пройти тест на ВИЧ. Для этого надо обратиться в регистратуру, сказать, что он хочет пройти тест на ВИЧ, и ему должны предоставить такую возможность. Обязательное еще условие проведения этого теста, так называемое тестовое консультирование. А вообще позволяют возможности современной медицины жить с таким заболеванием? Или это уже смертный переговор? Как раз то, что говорили о лечении, это терапия, которая позволяет снизить уровень вируса в крови до минимального. Человек становится практически здоров. Это для человека просто, что он может жить спокойно, работать, учиться, заводить семью, рожать детей здорово. А для общества в целом это предупреждение распространения ВИЧ, потому что человек, у которого в крови вирус почти не обнаруживается в средстве лечения, он становится не опасным для окружающих в плане заражения. Поэтому еще раз просто призываю всех воспользоваться вот этой акцией. Если есть сомнения в том, что вы могли бы заразиться, обращаться в медучреждение нашей республики и пройти тест на ВИЧ. В городском суде прошло слушание по делу бывшего замначальника Следственного комитета Абакана. Коррупционный скандал разразился в сентябре прошлого года. Андрея Давлетова обвиняют в получении крупной взятки. Кто и за что ее ему дал, расскажет Мария Добрынина. По ту сторону закона, экс-сотрудник Следственного комитета Абакана оказался из-за легких денег, которые, по версии следствия, он получал от организатора игорного бизнеса. Взамен не возбуждалось уголовное дело, ведь клуб подпольный и оперативные материалы Давлетов предоставлял Башевому, владельцу незаконного бизнеса. Игорное заведение находилось в промышленной зоне Абакана, в одном из хозяйственных корпусов по улице Складской. И чтобы незаконный бизнес процветал без проблем, бывшему заместителю руководителя Следственного комитета было предложено 350 тысяч рублей. Получал эти деньги тогда еще замначальника Следственного отдела Абакана частями. Учитывая, что сам в следственных органах проработал немало, схема была продуманная. Взятки брал в разных людных местах города. Несмотря на доказательства, которые предоставило обвинение, аудио-видеозапись, а также показания самого Башевого, владельца игорного заведения, который, как выяснилось, сотрудничал со следствием, вину пока посудимый Давлетов не признает. Факт передачи копий доследственных материалов и показания свидетеля организатору подпольного клуба, по мнению посудимого, не доказан. Указанные нарушения в обвинении лишают мне возможности надлежащим образом понять, в чем меня обвиняют, и, соответственно, нарушают мое право на защиту. Высказывая свое отношение к предъявленному обвинению в части признания либо непризнания вины, я не желаю пользоваться правой исходной статьи 51-кой эксплуатации. Своё заявление Давлетов объяснил тем, что предъявленное обвинение не конкретизировано, а поэтому он не может признать или не признать свою вину. Вот эта необоснованность и неконкретность предъявленного обвинения лишает сейчас в ходе судебного заседания моего подзащитного высказать свое отношение к вине, что само по себе уже в уголовном процессе также является нарушением права на защиту. Тем не менее, бывший сотрудник Следственного комитета остается под стражей. Следующее слушание состоится через неделю. И если следствию удастся доказать вину по всем эпизодам дела, Давлетову грозит до 12 лет колонии. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Эта неделя началась с праздника неоспоримого для всех поколений россиян. День Победы мы отметили в 71-й раз. Несмотря на испортившуюся погоду, в Абакане тысячи горожан возложили цветы к вечному огню и пришли на военный парад. Вместе с Олесей Калиниченко предлагаю вспомнить, как это было. Более 12 часов длилось празднование Дня Победы в Абакане. Торжественные мероприятия начали с традиционного ритуала памяти возле мемориала воинской славы в Парке Победы. К вечному огню возложили венки и сотни живых цветов. Ветераны, представители власти, общественных организаций, духовенства, Абаканской епархии и все те, кто пришел почтить память солдат. Героям павшим и живым салют! Прямую трансляцию Парада Победы могли видеть все жители республики. Дорогие земляки и гости республики, поздравляю всех с Великим Днем 9 мая. Желаю всем мирного неба, счастья, благополучия и процветания каждой семье, нашей родной Хакасии и любимой, неделимой России. С Днем Великой Победы вас! По площади прошли представители всех военных и силовых структур Хакасии. Зрители смогли познакомиться с современной военной техникой, дислоцирующейся в наших частях. Парад собрал сотни зрителей, но главные участники праздника – это, конечно, ветераны. Сегодня в республике осталось всего 350 фронтовиков. Большинству из них уже за 90. Присутствовать на параде смогли единицы, но несмотря на столь почтенный возраст, 9 мая 1941 года они помнят, как будто это было вчера. 9 мая, в общем, только что средство руля, я ездил в Берлин-Минск, это трасса, только что в Германию вернулся, объявили победу. Отслужил в армии 7 лет и 8 месяцев. Мне 94 года. Это было в Будапеште, в Венгрии. В 2 часа ночи стрельба началась. Узнали, что победа. Ну и тут, значит, все подскакивают. Кто улыбается, кто поет, кто смеется, обнимается. Кто стреляет. Я тоже 2 диска выпустил автомата ППШ. В общем, радостность была. Это было на Курлянской группировке. Латвия, там немцев прижали к берегу морскому, 300-тысячную. Вот мы их держали. Не давали вырваться. То есть вы на передовой были 9 мая? Все время. А вот чувство вот этой вот радости, помните, как вы ликовали? Плакали. 9 мая для нашей страны – это особая дата. Она объединяет людей всех возрастов и национальностей. Практически в каждой семье есть герой, который внес свой вклад в общее дело победы. Если не на полях сражений, то в тылу. Только День Победы может подвигнуть людей прийти на праздник в любую погоду. Потому что не прийти невозможно. Один из самых великих дней вообще в истории российской как таковой. Ну и мы пытаемся привить нашим детям определенные традиции, чтобы они с детства знали, что существует такой великий праздник. И продолжали эти традиции, чтобы знали, что такое война и чтобы знали, как важна победа в этой войне. Это память для нас, чтобы мы чтили подвиг наших предков, не забывали его. Всегда помнили, что они сделали для нас. 71-й, 9-й мая. Чем дальше от нас тот победный 45-й год, тем острее чувствуется необходимость сохранить и сберечь чувство гордости и благодарности всем тем, кто подарил нам победу и мир. Хочется верить, что малыши, сегодня сидящие на плечах родителей, став взрослыми, также придут на парад и приведут уже своих детей. По крайней мере, 71 год эту традицию в нашей стране соблюдают. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Четвертый раз в Абакане прошла самая народная акция Дня Победы – Бессмертный полк. По оценкам организаторов, в ней приняли участие в пределах 10 тысяч человек. Марш до вечного огня занял практически час. Виктор Лушников продолжит. Собирались участники акции по уже сложившейся традиции возле спорткомплекса «Абакан». Площадь буквально заполонили люди с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция народная и по правилам свободна от всяческой рекламы, в том числе политической. Условие одно – желание пройти в марши. И таким способом еще раз рассказать людям и, главное, показать своих героев. Мой отец Роголин был в Степанович. Дошел до Берлина, брал город Ковин, получил красную звезду, орден и медаль за отвагу и за взятие Берлина. Таких историй тысячи и даже десятки тысяч. Ведь из Хакасии на фронт ушла почти четверть до военного населения, более 70 тысяч человек. Так что фронтовики есть без исключения в каждой семье. Митинг открыл глава города Николай Булакин. Он напомнил, что это праздничный марш, где герои-фронтовики идут в одном строю со своими внуками. С праздником вас, дорогие абаканцы! Слава героям-победителям! С днем победы вас, бессмертные бойцы Бессмертного полка! Ура! Бессмертный полк в Абакане идет по центральной улице Ленина двумя колоннами, по шесть человек в каждом ряду. По пути к колоннам присоединялись все новые участники. Николай Булакин по традиции в первом ряду. Рядом с ним шла депутат Государственной Думы России от Хакасии Надежда Максимова. Само шествие – зрелище завораживающее. Тысячи и тысячи горожан от совсем юных, да очень и очень пожилых с гордостью несли портреты своих фронтовиков. Впереди оркестр и знаменная группа. Копию знамени победы в этом году нес сотрудник республиканского военкомата Олег Пагельс. А на тротуарах, на бульваре, из окон домов за демонстрацией смотрели люди, и многие не могли сдержать слез. Как говорится, зримая память. Мой дедушка был простым рядовым, но заслужил две награды за отвагу. И вот эта гордость за моего деда вместе с внучкой привела нас сегодня сюда. В бессмертном полку участвует много молодежи. У каждой школы были собственные небольшие коробки. Но потеряться в такой, казалось бы, огромной массе народа трудно, ведь все знали, что идут к вечному огню. Я счастлива, что придумали такой праздник. Гениальный человек придумал это. Этот праздник справляют во всем мире. У меня просто мурашки по коже. Мы с внучкой идем. Внучка счастлива тоже. Великая идея, великость страны. Мы победили. Мы будем помнить об этом всегда. Гениальные люди, придумавшие бессмертный полк, живут в Сибири. В 2007-м это была идея одного человека из Тюмени. С 2012-го народная инициатива получает свое имя с легкой руки наших коллег-телевизионщиков из Томска. И сейчас бессмертный полк шествует более чем в тысячи городов в 17 странах мира. И участвуют в нем миллионы человек. Я знаю, что все, кто несет портреты, все наши герои-победители, они сегодня с нами. Я чувствую их дыхание. Пусть они на небесах, но я точно знаю, что они идут сегодня с нами в этом полку. В этом году устроители не стали запирать демонстрантов на площади, чтобы не создавать давки. Колонны прошли мимо памятника воинской славы. И к вечному огню вернулись только желающие, чтобы еще раз почтить память героев и положить цветы к мемориалу. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. И к другим темам. В майские праздники в Москве в Театральном музее имени Бахрушина открылась уникальная выставка «Древние лики Хакасии». Проект стал возможным в рамках сотрудничества между Столичным музеем и правительством республики. Экспозиция выставки представляет подлинные маски таштыкской эпохи, найденные при археологических раскопках, и художественную фотофиксацию скульптур масок, выполненную в технике светографики, которая позволяет увидеть лица людей, живших полторы тысячи лет назад на территории Древней Хакасии. Это настоящая гордость хакасской культуры. Экспозиция побывала не только в странах СНГ, но и за рубежом. Что касается сотрудничества Хакасии и Театрального музея, то это не первый обмен интересными выставками. Возможно, в конце этого года уже москвичи порадуют жителей республики новой экспозицией. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!